итак всех приветствую мы продолжаем спринт марафона по написанию книги замечательно 25 глава вторая часть и она начинается с такой замечательной фразы как у меня уже успел встать я принял неистово скатизом блин с этой фразы у меня уже успел встать нужно было начинать книгу вообще зачем я только так долго ждал перед тем как ее написать так вот в чем прикол что как бы блин я наверное я там посмотрел такое же я вот часть из этого не буду писать то есть не буду читать вам то есть если кому надо короче прочитаете эту часть без меня то есть не озвучено потому что у меня короче это язык заплетется от такого чтения в общем то я в шоке как я с такое написал я даже не помню когда я все это писал откуда столько постельных сцен может я какой-то извращение слушайте это странно ну то есть вроде ж было все в начале книги нормально теперь пошла всякая хрень полнейшая то есть пошла вот это вот ебля там юмор чем я не знаю ну с другой стороны знаете есть там писатели которые чего-то стесняются там у них вместо хуёв корнюшоны всякие бананчики морковочки и так далее а у меня все короче по традиционному хуёны в африке хуй так сказать так вот у нас был лучший секс моей жизни да все это короче дальше идет типа мы просто пропустили секс изобель назвал его просто лучшим то есть никакой лучше это никакой том смысле что мы просто пропустили или вы думали что я буду описывать лучший секс его жизни нет спасибо будем описывать только не лучшие сексы лучше оставим без того так вот ух я будто попал в сказку сказала изобели нежно обняла меня сказка сказкой а ебля по расписанию пробурчал я стеснительно и отвернулся удовлетворившись и уединясь я уже готов был заснуть и смотрел темно-синий периодически освещаемый языками пламени в камине под потолок прислушавшись я услышал шуршание снега за окном и звук тронов завершающих строительные работы на крыше но изи вела себя подозрительно тихо я перевернулся на бок и увидел ее роскошное голое тело ее обмягшую медленно покачиваемую волнами дыхания грудь наконец я попытался разглядеть ее лицо и вздохнул от неожиданности вздрогнул от неожиданности заметил что она давайте запятую поставим не издавая ни звука с легкой улыбкой на лице внимательно смотрит на мой половой орган куда это ты смотришь ха-ха еще тогда хотела тебя спросить что это за тряпочка спросила изабель показал пальцем на мой расслабленный член это он спрятался чтоб подобные тебе за него не дергали в ответ изабель не выдержала и захохотала с надрывом хе-хе-хе-хе ты что эти шутки заранее придумываешь каков вопрос таков ответ это ужас просто ладно ужас ну короче не советую короче при родителях читать это потому что вдруг еще подглядят и так далее если вы школьник там и так далее это конечно не порно рассказнуть нечто близкое скажем так не в порно рассказах это вообще ужас какой-то был к счастью я такое не пишу все же так вот отмахнулся я и воспользовавшись хорошим настроением любовницы подвинулся к ней поближе после чего накрыл рукой обнял ее вскоре хихиканье изи с большой буквы этаж имя стихла и я уснул под звук ее дыхания на следующий день я разбудил и отвез за пыль домой везет же мне вчера узнал об измене алисии а сегодня что скоро стану отцом какой бред целый день я гулял и попивая норуандскую кровь из горла бутылки рассуждал что буду говорить алисии привет я тебя люблю или как-то так или может просто молча выкрасть ее и посадить вместо трофея за книжный шкаф но это немного неприлично вечером я вернулся на клайдере к резиденции почувствовал вибрацию коммуникатора алё сказал я принял вызов фреда здравствуйте господин тут одна девушка просит использовать секретные данные ссылаясь на ваше разрешение да точно как я забыл сам тебе позвонить я в курсе и еще пусть это будет нашим секретом хорошо да но это просьба интим я же сказал секрет чтобы не случилось ты не делал того что сделаешь ты не делал того что сделать она просится тоже поговорить с вами саша я тут подумал может нам еще встретиться изи ты должна быть более осторожной и нам нужно меньше общаться чтоб не вызывать подозрений не будь занутой даже если коммуникаторы прослушивают постулат же подчиняется тебе да но почему бы не перестраховаться если у тебя все хорошо то не стоит мне звонить и тем более встречаться но почему мы могли бы сходить в отреставрированный концлагерь я прикрыл лицо рукой от ее выбора места для свидания иначе я не сдержусь и снова трахну тебя сорвавшись крикнул я в микрофон устройства связи из коммуникатора послышалось хихиканье раздавшийся в моей болящей спохмелья голове волной неприятных ощущений так давайте запятую вот чего тут не хватало от чего мое настроение еще ухудшилось я молча нажал кнопку завершения связи надеюсь она больше не будет звонить иначе фреду придется делать и эту операцию каждой выходные да собственно почему плохо что он говорит я типа тебя трахну и так далее типа как будто бы это плохо но на самом-то деле это плохо потому что есть делают операцию вот это вот там типа восстановление девственности а если он ее после операции опять трахнет то придется восстанавливать еще раз и так каждые выходные как бы а это как бы накладно то и вдруг я не знаю там как ее делают я не заметил как выпил весь ящик нурландской крови за день и мое сознание помутнилось поэтому когда я это понял с трудом дойдя до ближайшей спальни грохнулся на застеленную кровать верхней одежде и обуви проснувшись я почувствовал жажду поэтому сразу пошел и освежился в душе попутно утолив ее уже вечера значит пора встретиться с алисией я же предупредил ее по коммуникатору вчера ну да ладно тянуть дальше некуда будет ей сюрприз выйдя из резиденции я сел в глайдер и полетел к ее дому все в рядом приземлившись давайте 6 рядом я позвонил звонок звонок в звонок справа от красивой лакированы дубовой двери ее дома алисия открыла дверь и удивленно поприветствовал меня привет саша что такое как ты успела мы не видели всего месяца ты уже беременна еще и от кого от этого пидора ты что не знаешь его фамилии она наклонил голову с недоумением посмотрела на меня а что ты мне друг но не отец чтоб оценивать личную жизнь ну вы понимаете чуваки вы же понимаете что случилось это просто я думаю каждого парня который как бы там ну вы поняли был в любовном возрасте так скажем у него вот нечто подобное происходило так а что ты мне друг но не отец чтоб оценивать личную жизнь а ты знаешь что он хотел тебя психически сломать пытками изнасиловать чтоб потом использовать как оружие твоих порабощенных детей с неприкрытым гневом выпалил я что за ужасные вещи ты говоришь да стас говорил что он стеснялся предложить мне руку и сердце раньше но он сказал что именно ты показал ему путь добра вдохновил его на признание я почувствовал острую боль внизу спины ком застрял в горле а лицо мгновенно искривилось гримасой горечи сжав руки в кулаки я не смог сдержаться из моего правого глаза медленно выкатилась слеза дрожащим голосом я громко закричал но я тебя люблю больше мне ничего не пришло в голову я был как мышь загнанная в угол и бросающаяся на кошку в ожидании быстрой смерти алисия сделал в ответ смущенно расстроено печальное лицо и опустил взгляд ответила я не знала этого когда мы с тобой встретились я была поражена твоей смелостью и влюблена в тебя но потом ты избегая меня спасал и помогал будто тебя отерзает чувство вины поэтому я решила что ты просто добрый и пытаешься загладить вину за то что пытался меня ограбить а на самом то деле он конечно ее типа там вначале пытался ограбить но типа в итоге там она ему помогала и в общем то читайте книгу сначала и там вы все узнаете но прикол в том что он же ж короче этот переселенная переселенный разум александра тиранелла который убил ее родителей поэтому не удивительно что он испытал чувство вины за то что он влюбился в нее а как бы до того как бы он был ублюдком ну и сейчас опять становится ублюдком потихонечку но в общем то прикол в том что это его тайна она как бы еще здесь сыграла на то что это типа алисия его френд зону засунула или что то вроде того это просто жесть ну в общем такое закрутилось блин я я удивлен я гений я гений реально в этом плане да такое закрутить это ж надо то есть все так взаимосвязано получилось да да я благодарна тебе но если раньше что то могло получиться то теперь после кражи тампонов и признание стаса ты сам все понимаешь то есть ну да там он типа это как извращенец короче тампона у него крал ну это было нужно на самом-то деле для вакцины от опасной болезни которой у алисии был иммунитет и в общем то он пошел там брать это все а потом типа вот это что то там оказалось еще дополнительно неуверенно закончила алисия поняв что случилось худшее что вообще могло от гнева и горечи я сжал кулаки еще сильнее в левом кулаке от давления ноготь прорезал кожу и с нее капнула кровь извини у тебя же есть жена я верю у вас все будет хорошо дрожащим голосом с опаской дополнила али в ожидании моих действий я уже готов был ударить алису чтоб хоть чуть-чуть уменьшить испытываемый гнев тихий голос говорил мне что это бессмысленно кошка уже жует тебя пищать бесполезно но как кролик брыкается между кольцами удава как мышь пищит из последних сил так мое сердце говорила отомсти ей за свою боль отношений уже не будет она само зло после всех намеков предложений пусть и косвенных так лицемерит так пусть же почувствует хоть каплю того что испытал ты ооо как это круто да уже было поддавшись я дал свободу капли разума в океане эмоций я предполагаю что мои глаза выражали безумие в этот момент но я наклонил голову на пол закапали слезы я увидел перед собой закрывшуюся за мной раньше лакированную дубову дверь тяжело вздохнув выложил всю свою злобу в правый кулак я с разгона ударил в дверь что-то хрустнуло и судя по парализующей яркой боли в моей руке это была не дверь а также послышался глуховатый металлический звук я же не открывая глаз по инерции выкатился из дома обида и безумные эмоции чуть приглушились физической боли руки я посмотрел сквозь слезы на размытый силуэт конечностей увидел красный комок с торчащими двумя белыми острыми палочками остальные два пальца по-прежнему впивались в ладонь разбитый и посрамленный я все вспоминал это жуткое оскорбление лисы я верю у вас все будет хорошо кто бы подумал что именно эта фраза будет самой обидной в моей жизни жалости пренебрежения вот что испытывает ко мне алисия она сказала ровно то что думала а я не сделал то что должен был сделать если бы это была проверка на стойкость духа я бы ее прошел но время не повернуть спять и в данной ситуации мой самоконтроль никто не оценит она наверняка и сейчас жалеет меня и будет вздыхать с облегчением представляя себя дверью надеюсь она в постели такая же как эта дверь прикольно на пути домой мой разум кипел подобными мыслями в то время как тело по привычке плелось по дороге по дороге домой оставляя за собой дорожку из крови и слез тем временем алисия смотрела на уходящего александра и на дверь с окровавленной вмятиной сорвану с петель стас медленно подошел к ней сзади и нежно положил руки на плечи девушки в ответ она дрогнула и обернулась что то случилось спросил он алисия с влагой у львого глаза дрожащим голосом ответила да так президент нам дверь сломал зачем я же прислал ему приглашение на свадьбу думал он обрадуется а на самом то деле он короче это он нифига короче не добрый он типа все это чтоб потроллить дополнительно еще сделал но у него там свои цели всякие свои злобные козни так скажем как у александра часто даже написал что у нас будет ребенок с ехидной улыбкой на лице проговорил он да он как с цепи сорвался послушай просто пойдем к бассейну алисия робко прижалась к груди станислава и они пошли по коридору только доволочившись креденции я вспомнил что забыл глайдер на котором прилетел у дома алисы ну и хер с ним еще бы владыки волноваться о жестянке ценой каких-то 200 кусков когда его видели пол столицы окровавленным в слезах интересно она понимает какой это стыд хотя с чего если даже мне все равно ведь дна я достиг еще при разговоре с ней забавно что саму алисию я купил как раз у пидора всего за десять тысяч я ее купил но она не моя почему не уж то меня обмануло это жулье из рф эх чем отличается марио спасающий принцессу от злого но властного мерзавца считающего что любовь можно купить или вызвать чувство вины да и есть ли любовь как добиться взаимности не убив любимую кроме садами и пыток ничего не приходит на ум как так это ведь хуже бездействия я сам сказал ему тогда попробовать по-хорошему если бы не я если бы я чего-то не сделал из того что произошло все было бы иначе этот ублюдок мразь этот пидор да фамилия и правду отражает его сущность зашел с заднего хода и теперь он будет с ней будет и дальше ее трахать беременную а возможно из-за беременности он будет даже трахать ее задний проход по-пидорски или в рот от этих мыслей мой член начал вставать это жесть это жесть вот я тоже так считаю что это жесть просто это конец моя девственная тянь моя муза вайфу любовь превратилась в шлюху и жалеет презирает меня единственное что можно сделать в ответ это еще больше опозориться убил ее или пидора это конец да конец все кончено может это выход я поднял голову с подушки опершись левой сравнительно целой рукой и посмотрел на тумбу рядом с королевским уложем в которой лежит генеральский лазерный пистолет я достал его и представил если выстрелить в рот то смерть будет мгновенной а смысл не будет боли а вдруг я опять проснусь по лжом может прошлое перевоплощение это расплата за мое прошлое в смысле прошлое и прошлое может предыдущее давайте да перевоплощение это расплата за мое прошлое может Алиса права и у меня получится вытереть это меня внезапно потянуло в сон я положил пистолет с гравированной крестами рукояткой на край кровати и тут же медленно свернулся калачиком словно котенок Белена вернулась во дворец заседания палаты кардиналов увидел дорожку из крови и открытую дверь она быстро забежала в резиденцию после чего поднялась в спальню где увидела покалечена Александра что любимый что с тобой так стоп может просто любимый что с тобой любимый что с тобой пидор Алиса в жопу ужас я тут слышу что-то еще вдруг соседи все слышал сквозь сон пробурчал он в ответ что это пистолет что с тобой проклятый пидор в жопу али в жопу что-то про секс и Алису про запрещенный анальный секс это может быть только о нет саша ты одержим суккубом трансвеститом по имени Алиса держись я тебе помогу не расслабляясь сфинктер жесть мэл или я не знаю мэл позвонила в главный храм урбе капеллу святой это праведница жила около девяти тысячелетий назад она целомудренно служила в храме всю жизнь в процессе построил две больницы где и проводила большую часть времени помогая больным детям вскоре прилетели святые погрузили императора в храмолёт и поскользили по улице на обряд экзорцизма прибыл на место симпатичные монашки выгрузили Александра и занеся в храм положили его на алтарь воссиявшего лицо вниз это уже заражение готовьте платиновый крест сказала Нина да спасёт курва его прямую кишку взмолилась адриас ведя руки перед икон пред иконой Наташа же тем временем смочила платиновый крест в святом масле держись милый скоро мы выгоним этого суккуба из твоей попки нет не подходи к ней только не Алису прочь от её круглой попки о нет откуда у пидора тридцать сантиметров нет Али не соседу гадость эта штука из которой суд что с моим задом мне там холодно что пихают а еще один пидор а их два прочь Александр проснулся и вскочил из его филейной части торчал платиновый крест а монахи не читали молитву о милый это чудо с суккуб ушел ай вытащите это сказал я и поддел крест после чего не без труда и неприятных ощущений вытащил его о всесияющий спасибо за спасение раба твоего Александра закончила молитву Адрия я думал возразить но потом решил этого не делать ведь так я смогу притвориться что пришел к Алисе одержимым и оправдать все остальное если подумать так стало даже менее стыдно но привку разочарования все же остался наконец глубоко вздохнул и решительно усвоил урок что девушки продукт скоропортящийся я смирился с поражением и следующий пол стандартных кода я трахал все что движется женщин мужчин детей обеих полов собак старух а то что не двигалось я двигал и затем трахал дабы наверстать упущенное за целомутрием время просто великолепное предложение и вообще великолепная глава но она великолепная в каком-то странном смысле например вчера я вогнал себе зонозу за луп пытаясь ночью изнасиловать тупого ясеня растущего имперском дендрарии но увы ощущений похожих на те которые я себе представлял при сайте с Алисией так и не получил но мне учителя я не могу взять силу и трагнуть ее замужнюю беременную от пидора но мои чувства не позволяли сделать Вот и сейчас я занимался тем, что подыскивал очередную счастливицу для удовлетворения либидо. Я схватил девушку на улице и сунул руку ей под юбку. Нащупал щель, я не почувствовал влаги. Пшла отсюда, гражданка, ты почему совсем не любишь своего президента? Прикольно, да? Хорошо быть президентом. После этого я обошел растерянную девушку и пнул ее коленкой под зад. Спустя полчаса я уже раздевал преодолевшую аналогичный тест незнакомку у себя в резиденции. Мистер президент, я знаю, что я вам нравлюсь, но может встретимся через пару дней? Промямлила она смущенно. Я проигнорировал, продолжил ее раздевать. Вот уже сорвал трусики и кинул их, не глядя в угол комнаты, после чего повалил незнакомку спиной на диван. Но, господин, есть причина, почему нам не стоит сегодня этого делать. Я не ответил ничего, а просто расстегнул ширинку, раздвинул ноги девушки и вошел в нее. Голая, растрепанная грудью, но стоящими сосками она повернула голову на бок и прикрыла смущенные глаза. Я чувствую тепло и влагу, все как обычно, узковато, мои 20 с лишним сантиметров едва входят в ее локалище. Впрочем, ничего нового. Спустя 3 минуты жесткого миссионерского порева я чувствую, как чересчур много влаги течет по моему инструменту. Кроме того, сила трения увеличилась и член покрылся чем-то вязким. В темноте я не могу разглядеть, что течет по моему члену. Я нафигу рысой с ним наперевес к регулятору и включаю свет. Тут же я вижу, что мой поршень весь частично засохшей крови. Первое, что приходит в голову, вагина дентата. А, что ты сделала, блядь, сука, мой хуй, что с ним? В шоке заорал я. Я об этом и хотела, приду. Я не дослушал ее в панике и с криками, айхуй, выбежал на улицу, после чего побежал мимо элитных домов к городскому парку. Местные, видимо, привыкли к орущему голому и окровавленному императору, бегающему мимо их домов. Ведь суккубы после бутылочки нурландского напитка в последнее время меня часто навещали. Или же они меня просто не расслышали и не разглядели в вечернем сумраке. Добежав до парка, я увидел, что там сидят влюбленные на лавочках. Как обычно всегда и бывает по вечерам. Пока я не подошел ближе, необходимо было позаботиться, чтоб меня не заметили. Мне с ними встречаться не нужно, ведь встреча заставит покраснеть, что я скажу. Здравствуйте, я ваш президент с уже не стоячим, но окровавленным членом. Приятно познакомиться. Немного погодя я понял, что кровь на члене принадлежит не мне, а девушке. И что, скорее всего, у нее просто месячные. Сегодня пронесло. Но я понял, что если с головой предаваться забытью и удовольствию, то можно лишиться важной части себя. А именно членов. Короче, тут столько всяких этих назиданий, так сказать, поучений. Видите, типа, можно лишиться части себя, если слишком развлекаться. Или же что, типа, девушке продукт скоропортящийся. Тоже прикольная пословица. В общем, это жесть. Это действительно жесть. Эта голова удалась. Именно в юмористическом ключе. Сегодня пронесло. Так. Придя домой, я заметил, что Милена сегодня пришла пораньше. Я увидел ее в столовой, уже собирающуюся приступать к трапезе. Посматривая интервизор напротив длинного стола с семью изысканными стульями. Я заметил, что она не приготовила для меня еды. Поэтому пошел на кухню и налил себе крабового супа. Также насыпал харсовой каши с гарниром из двух чупакабровых котлет. Да, чупакабровые котлеты это еще немножко юмора. Вы же понимаете. Ну, хотя, это ж фантастика, что вы хотите. Разве в фантастике не может быть чупакабровых котлет, скажите мне. Ну, разводят они у себя там на креоне чупакабр. И, короче, потом убивают их, делают котлеты, все дела. Вернувшись, я сел рядом с ней. Хотя остальные пять пустых стульев у стола меня смущали. Привет, ты вернулась пораньше? Спросил я. А? Да, новых законов в НКР на сегодня уже достаточно. Ответила Милена и притворно улыбнулась мне. А как у тебя дела? Ну, в жизни чем занимаешься? Работаю. А в свободное время? Книжки читаю. Какие? Конституцию, например. А он же ж, короче, это, говорил, что, типа, я знаю, что Конституцию никто не читает, поэтому спрячу за ней тайный проход к плененной девушке, короче. Услышал ее слова, я замер от ужаса и выронил ложку обратно в тарелку с супом. Но я думал, какую именно? Милена серьезно посмотрела мне прямо в глаза и сказала. Не беспокойся, мне все равно, где ты шляешься и чем занимаешься с пленницей в тайнике. Тайник? Какой тайник? То есть, правда? Да, все это не мешает мне править нальским народом. Хорошо, сказала, холодно, сказала она. А, холодно, сказала она. Но я именно сейчас задумался о чувствах Милены. Эти слова, они похожи на ложь. Она заботится о людях, но все же я всегда замечал, что она хочет меня во всех смыслах. Но я сдерживался ради Алиси, однако больше не вижу в этом смысла. Тем временем, пока я думал, она уже встала и ушла, громко стуча к лобукаме по карпету резиденции. Я же постарался сосредоточиться и выбрал в качестве объекта внимание интервизор. Там показывали, что Изабель в позолоченных одеждах, раздвинувшую ноги и светящую своими органами прямо в экран. На фоне играл и пел святой хор, а диктор говорил о деве, которая означала божественное дитя. Что это дитя, новый Люцифер, принесущий мир и счастье вселенной? Вот так вот. Надо же, я не думал, что это меня тронет, но Изабель выглядела в кадре так невинно, что я вспомнил о своем детстве. Да, короче, она же раздвинул ноги, и у нее, короче, там же была восстановлена девственность. И поэтому, естественно, она выглядела невинно, потому что, собственно, ей сделали гимнопластику. Ну, хотя я не знаю, как раздвинувшая ноги девушка может выглядеть невинно. Очень даже не невинно. Ой, и, короче, лучше это не представлять. Это, короче, какая-то хрень полная. Что я написал? Это ужас просто. Ужас. Мне стыдно, правда. Ну, надо было это написать, потому что это как бы... Это прикольно, это смешно, и это очень сильно смущает, и это круто. Потому что задача произведения вызывать эмоции, и вот это как раз один из способов вызвать эмоции. То есть стеснение какое-то. Я вошел в спальню, Милина, или... Так. Так. Поужинав, я все же решил не упускать момента и разобраться с женой. Короче, вот это вот все я не буду читать. Я вот реально не буду читать. Вот это вот все, это какая-то хрень, я не знаю. Там я даже его вообще не читал, потому что слишком это как-то откровенно. Если хотите, как бы на паузе прочитайте, ну, блин, это жопа полная. Это как, я не знаю, там, а-ля... Хотя нет, все же это не так плохо, потому что тут хотя бы описывается секс с женщиной. Потому что если бы я, например, написал что-нибудь там комосексуальное, там, типа как Саски с Наруто, там, занимаются каким-нибудь извращенным сексом, то это, конечно же, было бы какая-то хрень полная. Как там, знаете, фанфики читали вот эти вот. В общем, это не самое худшее, что бывает, в принципе. Спокойной ночи, после чего обняла меня сверху рукой. В такой позе мы и заснули. Утром я проснулся от вибрации коммуникатора. Я вот не понял, коммуникатор он с одной или с двумя, я не помню. На тумбочке у кровати. Рядом с ним стояла тарелка с беконом и гренками. С беконом на гренках. И остывший кофе. А рядом стояла картонка с надписью. Так, стояла, стояла. Была. Надеюсь, мы однажды повторим это, милый. Опять Фред, ну что там? Так, прочитал... Прочитал я... Почувствовал... Вибрацию... А, уже ж это. Уже ж он здесь вот. Проснулся от этого. Так. И взял... И принял... Опять Фред, ну что там? Так. Вот. Опять Фред, ну что там? Это он, короче, это... Подумал, а не сказал. И дальше он берет трубку и говорит, алло. Здравствуйте. Не могли бы вы прилететь к нам в НИФ? У нас произошел научный прорыв в изучении белой материи. И для вас есть презентация одного интересного изобретения. Разумеется, я обожаю прорывы, особенно научные. Ответил я и завершил вызов, оделся, после чего выбежал из резиденции, так и не притронувшись к завтраку, оставленному Миленой. После чего запрыгнул в глайдер и полетел к Фреду. Долетел до НИИ и, войдя на главную проходную, я сразу увидел идущего ко мне лаборанта. Он подошел и начал объяснять. Мы изучаем свойства белой материи, используя древнекреонские файлы. К тому же, эта планета – самый крупный источник белой материи в нашей Вселенной. Поэтому, кому как не нам заниматься данными исследованиями. Ближе к делу. Что за прорыв? Это скорее инженерный концепт, чем научное открытие. Мы изучали воздействие электричества на белую материю. И обнаружили, что оно вызывает реакцию, при которой в определенном месте и на расстоянии пропорциональном току от макета любой объект расщепится на субатомарные частицы. Ага, я так понял, это может принести какую-то пользу. Да, но сначала я закончу. Мы определили закономерности, можем предсказать координаты дезинтеграции. Также мы вывели теорию, объясняющую принцип работы этого оружия. Оно работает как порталы, но только наполовину. То есть белая материя получает координаты объекта транспортировки, но не создает Вселенной и выходного портала. Получается простая дезинтеграция материи. И так как ей некуда деваться, она остается на первеннем месте в расщепленном виде. Это оружие, ясно. Однако расщеплять супостатов на атомы не так просто, из-за огромной энергии, которую потребляет катализатор для расщепления. Хотя это вполне логично и соответствует закону сохранения энергии. Мы уже успели создать прототип данного оружия. Он отошел в сторону, и я увидел кудрявую шатенку в очках и халате, которая держала в руке что-то похожее на древнее оружие. Держала в руке что-то похожее на древнее оружие. Меч. Вот этот прототип. Она подняла меч. Он был сделан из титана и блестел голубовато-белым светом. А в рукоятке горел светодиодный зеленый огонек. Почему меч? Мы что, так сильно деградировали? Ну, во-первых, ствола у этого оружия нету. Между вами и противником может быть хоть стена, хоть космос. Так что форма оружия не имеет значения. Во-вторых, оружие должно быть нацелено на противника. И меч обычно держит как раз острием к нему. В-третьих, дальность дезинтеграции регулируется силой сжатия рукоятки клинка. Сама белая материя экранирована от внешнего ЭМП, это электромагнитного поля, и встроена в лезвие. В-четвертых, нашему религиозному народу понравится меч, карающий неверных, как у ангелов в священном писании. Интересно, мне нравится. А, еще пятое. Он очень прожорливый, поэтому вам придется таскать 30-килограммовый рюкзак с батареями. Хе-хе-хе-хе. Миллион кредитов. Каких долларов у нас? К счастью, не доллар. Это еще не хватало мне доллара добавить у себя здесь. Нормально. Я посетую за повышение до 50 миллионов. Хорошая работа должна дорого цениться. Спасибо, Ваше Высочество. Можете взять прототип и протестировать. Кстати, не хотите назвать прототип оружия? Не хотите дать ему название? А, ну не знаю. Расщепляет материю, действует через подпространство. Пусть это будет клинок разлома. Клинок разлома. Я одел рюкзак и направил лезвие клинка на мишень в аудиторию. Ничего. И как это работает? Я чуть повернул лезвие и внезапно и мшень. Ой, блин. Мишень осыпалась пылью. Попробовал еще пару раз. Я заметил, что для прицеливания необходимо, чтобы цель отражалась на лезвии меча. Тогда активируем его рукояткой. Хм. А скопировать сможете? Вряд ли. Это, конечно, прототип, но белой материи не так много. И она дорогая. Но я пользоваться этим оружием не буду. Хотя выглядит интересно. Подарю, пожалуй, его минору. Ну и вот так вот заканчивается клава. Собственно, она так себя обрывается. И он говорит, что он подарит этот меч минору. И в следующей главе у нас будет, собственно, от лица минору. Что в это все время? Чем занимался этот самый минору? По-моему, он в той же главе получит этот самый меч. И будет его применять. И, в общем-то, вот так вот у нас сшивается произведение. Пишите, что вы об этом думаете. Но, с одной стороны, блин, одна из самых таких вот крутых глав. Именно в том плане, что она реально смешная и очень сильно стесняет тебя. Потому что вот такие вот ситуации там очень скользкие. Блин, этому Александру я даже немного сочувствовать начал. Потому что, блин, такое. И при этом какие-то действительно полезные советы там дает. То есть, типа, что девушке продукт скоропортящийся. Что, типа, если будешь слишком много развлекаться, то потеряешь что-то важное. Например, зародишься каким-нибудь сифилисом. Или там вагина откусит член тебе. И так далее. В общем, очень-очень такая интересная получилась глава. Просто, ну, я не знаю. Это достойно отдельного рассказа, я думаю. Ну, уже так как написано здесь в главе, то зачем рассказ нужен. Ни зачем он не нужен. В общем, наверное, после того, как я допишу эту книгу, то я напишу, то есть, я уже начал это писать. Там, короче, у меня есть очень-очень другая, скажем так, повесть. Это не рассказ, а побольше по размерам. Но, тем не менее. Которая будет происходить очень далеко в будущем. И там вообще такое будет. То есть, чистая фантастика. На уровне божественного. Вот я буду что-то такое вот писать. И потом только примусь за вторую книгу. Я на самом-то деле уже начал вторую книгу, но продолжать я ее не буду сочинять. Потому что там как бы все сложно. Очень-очень сложно. Большие книги трудно писать. Лучше в начале, короче, это. А, еще нужно будет разобраться с этой книгой. Там нужно будет покидать ее на сайты. Сделать хоть какую-то озвучку нормальную. Именно без моих комментариев. Вот как я сейчас озвучиваю. То есть, сейчас же я, вот видите, при вас редактирую, озвучиваю, какой-то фигней страдаю. Ну, это как бы, это работа, собственно. А потом еще нужно озвучить так, чтобы можно было тупо слушать. И мне даже самому интересно, я бы сам хотел послушать потом свою книгу. Это было бы круто. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.